Меняется очень стремительно, доллар стремительно увеличивается по отношению к рублю, рубль падает соответственно, и Центробанк принимает экстренные меры. И сегодня я проснулся как раз с таким сообщением про очередные меры. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Ну, могу напомнить, что до этого Центробанк первое, что сделал, это повысил ключевую ставку до 20% с 9,5%, то есть более чем в два раза, что должно укрепить рубль. Но еще дальше пошли, значит, сделали 80% обязали от экспортной выручки продавать на рынке, на бирже. Это тоже должно устаканить курс доллара. Но в результате действий ФРС или США получилось так, что, в общем-то, получается 63% российских золотовалютных резервов в виде валюты, они оказались заморожены и недоступны. И, в общем, этих мер, судя по всему, не хватило. И ввели следующее. Ввели запрет на продажу российских активов для того, чтобы остановить падение фондового рынка в России стремительно. И далее, еще какие меры были? Далее меры были о том, что по иностранным обязательствам разрешили платить в рублях. И почему это произошло? Потому что рейтинговые агентства понизили кредитный рейтинг России до мусорного, до уже дефолтного, в общем-то. И поэтому сейчас ожидается, что все-все-все фонды инвестиционные, они будут отказываться от российских акций. И, соответственно, поэтому сейчас и торги не проводятся. Ну, вот с чего я как бы начал. То, что я проснулся от новых мер. Итак, Банк России вводит временный порядок операций с наличной валютой. С 9 марта по 9 сентября 2022 года устанавливается следующий порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан. Все средства клиента в валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада. Уже хорошо. Клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Комментирую. Значит, смотрите, что это значит. Если у вас есть вклады, я узнал уже точно, вклады в нескольких банках и в этих нескольких банках на этих вкладах в каждом банке более 10 тысяч долларов, то в каждом из этих банков вы сможете снять по 10 тысяч долларов. То есть, если у вас, скажем, счета открыты в трех банках и в этих трех банках лежит по 10 тысяч долларов, то вы сможете снять в каждом банке по 10 тысяч долларов. Это были разъяснения на сайте Центрального банка Российской Федерации. Ссылочку я скинул в свои чаты в Телеграм на это разъяснение. Что касается, если в одном банке у вас несколько счетов, но в одном банке, то, соответственно, снять вы сможете не более 10 тысяч долларов, и это за все время, до 9 сентября. То есть, это временная мера, но мы знаем, что ее могут и продлить, как это у нас часто бывает. Вот таким образом. При этом я напоминаю, что вывоз наличной валюты за рубеж ограничен 10 тысячами долларов. Ну, как бы вот так. А без наличной валюты нынче ехать вообще смысл не знаю какой, потому что карты российских банков не работают. Если у вас нет карты иностранного банка, то вам будет туго. Вот. Ну, дальше читаем. Рыночный курс на день выдачи определяется на основании данных о среднеизвешенном курсе соответствующих валют, рассчитанном по сделкам, заключенным на организованных торгах, в день предшествующей дню выдачи. Ну, хорошо, что не в день того, когда деньги были положены. В российских банках около 90% валютных счетов не превышает сумму 10 тысяч долларов, то есть 90% держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте. Да, это так. В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США вне зависимости от валюты счета. То есть, конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи. То есть, ну, сделаем смелое предположение. Вы едете в Европу. В Европе евро. Евро вам не дадут. Вам дадут доллары. Понятно, да? Вот. Почему так, я не знаю. Ну, вот так. Получить валюту можно будет в кассе банка. Ага. Но по каким-то, так сказать, другим сведениям написано, что в банке надо валюту заказывать заранее. Пока что люди говорят, там до четырех суток было. Ну вот. Но неофициально говорят, что чуть-чуть не до 30 дней можно ждать эту валюту. Но получите доллары наличные. Вот. Граждане смогут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах. Все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Условия по вкладу или счету не меняются. Проценты по вкладам будут начисляться, как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт. То есть, пожалуйста, держите деньги на вкладе. Они будут сохранены в той валюте. Граждане смогут открывать и новые валютные счета, и вклады. Но снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи. То есть, сейчас уже, если вы побежите открывать новый валютный счет в другом банке, то вот как бы не уверен, что вам дадут в валюте. Банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту за рубли можно будет в любой момент и в любом объеме. Поясняю. Значит, если вы хотите пойти в банк, в обменник и купить там валюту, то у вас это не получится. Вам ее не продадут. Если у вас есть валюта и вы хотите ее продать, вы можете совершенно спокойно пойти в обменник и продать ее благодарному банку, то банк будет счастлив. Вот так. Вот. Получить средства своих валютных вкладов или счетов могут клиенты всех банков без исключения. Банкам может потребоваться несколько дней для того, чтобы привести необходимую сумму в наличной валюте в конкретное отделение. Ну, как я уже сказал, сколько там дней это творчество банка. Ну, то есть, вот так вот. Что еще могу сказать по поводу биржи? На бирже сейчас можно купить валюту совершенно спокойно. Сейчас я вам покажу. Значит, по одному доллару. Вот сейчас вы видите стакан по одному доллару. USD дробь рубль tomorrow. Вот видите, да? Совершенно спокойно на фондовом рынке. Брокер открытия. Ну, там время немножечко сдвинулось. То есть, насколько я помню, с 10 часов. Принимает заявку. Вот моя заявочка встала. Это отдельные торги, отдельная торговая сессия. И моя заявочка встала. По 123 рубля 48 копеек за 1 доллар я выставил заявку на продажу 1 доллара. Ну, покупать я их не собираюсь. Смотрите, покупка 115.00.25. Продажа 125.10.22. У меня, смотрите, на продажу у меня цена стоит 123.48. Пока никто не купил мой 1 доллар. Ну, почему такая разница 115 и 125? Разница эта объясняется комиссией в 12% на покупку долларов. То есть, смотрите, если вы хотите купить доллары, то вы заплатите еще сверху 12% от суммы сделки. А если я хочу продать, то я ничего не плачу. Поэтому, ну, совершенно спокойно я могу продать. У меня там есть остаточек 141.59. Если я продам 1 доллар, то, в общем сказать, со мной ничего страшного не произойдет. Вот таким образом. Ну, это, во-первых. А, во-вторых, ну, может быть, что доллар, в общем сказать, находится, ну, близко к максимальному значению сейчас. И почему бы его не продать, по крайней мере, 1? Вот. К чему все это приведет? Вот. Ну, во-первых, это приведет, естественно, к тому, что, ну, все валютные товары подорожают. Я об этом уже снимал видео. Ссылочку вы увидите в конце на это видео. Значит, по доллару и так далее. Вот. Про дефицит я говорил. Потому что возникнет дефицит. Потому что он уже возникает. Потому что, ну, просто товары сейчас не поступают из-за рубежа. Потому что мы их не можем оплатить. Потому что там отключены все операции за рубежом. Что еще я могу сказать? Ну, по картам, наверное, я отдельно сниму видео. Ну, вот, уже последствия видны. Сегодня я на сайте ведомости прочитал, что запасы чековой ленты. Чековой ленты просто для кассовых аппаратов, понимаете? Они заканчиваются. Значит, чековая лента сейчас уже в 3,6 раза повысили цену оптовые покупатели. И при этом, ну, как бы она заканчивается. Почему это важно? Потому что сейчас по настоящему законодательству магазины не имеют права, например, вот, ну, что-то вам продать, не пробив кассовый чек. Даже если вы платите карточкой. То есть, если я плачу карточкой, я получаю, значит, сначала чек от терминала, это кассовая лента, понимаете, да? И плюс я получаю чек, еще они обязаны пробить на кассовом аппарате еще один чек. Ну, к чему это приведет? К тому, что, ну, если действовать по текущему законодательству, то ничего не получится. И просто торговля будет, ну, как бы, обязана закрыться. Потому что они обязаны выдавать чек. Если они не выдают чек, то у них там штраф то ли 50, то ли 200 тысяч рублей. Я не помню. Но, по-моему, 50 тысяч рублей. То есть, это уже будет нарушение. Здесь что-то надо срочно делать. Дело в том, что эта чековая лента, это просто термобумага, такая вот плотная. И она не производится просто-напросто в России. Вот такая вот простая вот история, понимаете? И историй таких будет много. И вот Итальяти останавливается. Вы знаете, что сейчас срочно пытаются заменить, ну, какие-то детали, потому что, ну, не хватает запчастей, которые поступают из-за границы. Все говорят, что нам, ну, как-то вот, ну, придется, естественно, налаживать срочно свое производство. В таком объеме свое производство мы срочно не наладим. Некоторые говорят, что Китай нам поможет. Ну, вот уже есть, как бы, сообщение о том, что, ну, США пригрозили Китаю санкциями, если они будут нарушать вот эти вот всякие санкции и помогать России избежать этих санкций. То есть, и китайцы к ним обычно прислушиваются. Но я думаю, что все-таки варианты, как обойти все эти санкции, они, конечно же, найдутся. Но сейчас максимальная неразбериха, максимальная паника. Правительство сейчас принимает экстренные меры по выравниванию ситуаций. Многие из этих мер очень даже разумные, очень даже полезные. Но их надо было принимать, ну, скажем, лет 10 назад. Я этого ждал от правительства. Но, как бы, а зачем принимать, когда и так все хорошо? Глушили бизнес, глушили малый бизнес. Сейчас принимаются экстренные меры по спасению малого бизнеса, по амнистии капиталов. Уже принято законодательство. Но поможет это или нет? Я думаю, что это очень полезные, конечно, меры. И насколько это сильно поможет, я не знаю. Но, с другой стороны, я вот видел сегодня инициативу депутата Хинштейна, который предлагает заморозить цены, ограничить рост цен, значит, там, административными какими-то методами. Вот это вот точно приведет к дефициту товаров. Ничего больше не случится. То есть мы либо идем к Венесуэле, либо мы оздоравливаем экономику. Здесь одно из двух. Но я думаю, что все-таки в правительстве у нас сидят неглупые люди, если честно. Они все понимают, они понимают последствия. И они будут, конечно же, принимать экстренные меры для того, чтобы что-то наладить. Наладить все точно не удастся. Но я надеюсь, что в течение двух-трех месяцев ситуация начнет как-то выравниваться. И, что очень приятно, малый бизнес начнет расти. Сейчас массово закрываются всякие иностранные бренды, иностранные компании. Икеа, Макдональдс и так далее. К чему это приводит? Это приводит к тому, что люди теряют работу. И пока еще Макдональдс, например, сказал, что сохраняет зарплату. По-моему, Икеа тоже сохраняет зарплату. Но на сколько они сохраняют? На Западе принято сохранять зарплату до трех месяцев. Что будет дальше? А у этих людей, я напоминаю, это ипотеки и так далее. Если будут задержки по ипотекам, то это значит, что банки теряют, терпят убытки. И правительство уже говорит, что кредитные каникулы. Но что значит кредитные каникулы? Это значит за счет кого? За счет бюджета или за счет банков? Ну, очевидно, как обычно у нас это за счет банков. Значит, банки понесут убытки. Значит, акции банков упадут. Они и так падают уже. Ну, в общем, ситуация, прямо скажем, так себе. Но я уже выхожу за рамки. Тема была про доллары в основном. Поэтому на сегодня все. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Задавайте вопросы, постарайтесь ответить. Лайк, подписка. И до встречи. С вами был Деменков Юрий.